МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Петропавловского, Краснощоковского, Смоленского районов. Именно эти территории больше всего пострадали от наводнения. Жители получат единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей. Некоторым перечислят по 50 тысяч за частично утраченное имущество. Первая необходимость, а те, кто полностью лишился имущества, получат по 100 тысяч рублей. Степень утраты определяла межведомственная комиссия на основании обследования затопленных помещений. Жителям нужно было обратиться с письменным заявлением в Управление соцзащиты. Плата за коммунальные услуги в Рубцовске не будет повышена. Причина отсутствия кворума. Накануне депутаты просто не пришли на сессию городского совета, где решался вопрос. Эту новость сообщает Политсибро. О чем еще пишут в материалах издания Сибирской медиагруппы, смотрите в обзоре. Новые, более высокие нормативы по водоснабжению и водоотведению для граждан, у которых нет приборов учета, рубцовчанам пока начисляться не будут. Спасибо они могут сказать народным избранникам, которые просто проигнорировали сессию городского совета. Когда теперь вернутся к обсуждению, вопрос открытый. Журналисты Политсибро планируют разбираться, как теперь будет обстоять дело с тарифами на коммуналку в Рубцовске с одной стороны, с другой, что происходит в городском совете. Жители бийского зеленого клина устали жить по колено в болоте и написали видеообращение к Владимиру Путину, в котором рассказали о своей проблеме. Район подтапливает каждую весну, однако в последние два года ситуация ухудшилась, сообщают бийские рабочие. Люди устали жить на болоте и слушать пение лягушек. Жители Наукограда уверены, что обращение к главе государства поможет решить квакающую проблему. Из-за срыва посевной в Алтайском крае могут ввести режим ЧС, пишут аргументы и факты Алтай. Временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Томенко накануне на форуме «Алтай.Роста» рассказал, что предпринимаются меры недопущения неблагоприятного исхода, а потому вопрос о введении режима ЧС пока остается открытым. Татьяна Голубева, Наши новости. Сегодня второй день защиты проектов и обучающих тренингов на молодежном форуме «Алтай.Роста». В Смоленский район приехали ведущие предприниматели, политологи из Москвы, Новосибирска и Красноярска. В эти минуты на туристическом комплексе Сибирской подворья проходят хакатоны, семинары, деловые игры. Эксперты разбирают медиа-тренды и делятся секретами успеха в бизнесе. В вечернем выпуске подробно расскажем об открытии форума, его участниках, а также о первой встрече в Рио губернатора с молодежью края. В Барнауле ровно на один день пришло потепление. Правда, речь не только о субботней погоде, но и о ежегодном масштабном Дне открытых дверей на ТЭЦ-3 арт-фестивале. Грандиозный праздник для горожан устроила сибирская генерирующая компания. Это первые счастливчики, которым удалось переступить порог, обычно закрытого от посторонних глаз, предприятия. 2000 тонн весит один котел железа без вспомогательного оборудования. Скорость вращения ротора турпины 3000 оборотов в минуту, 50 оборотов в одну секунду. Только раз в году жители краевой столицы могут побывать там, откуда в их дома приходят горячая вода, тепло, электричество, от желающих нет отбоя. Очередь на экскурсию растянулась на сотни метров. Ну еще бы, посмотреть-то было на что. Мы всю зиму работали только на то, чтобы в ваших квартирах, в ваших жилищах было тепло, уютно и комфортно. А сегодня мы открываем для вас ворота нашей станции. Добро пожаловать на самую большую печку. Я уверен, что вам будет очень интересно. Потепление не только экскурсии, это еще десятки тематических площадок. Зарядиться позитивной энергией желающим было отчего. Спортивный уголок, фотозоны, парад диджеев, конкурс аэрографии, аквагрим. Такое масштабное мероприятие. Интересно изнутри посмотреть, как все это работает. Ну и просто праздник. На сцене все та же творческая энергия. Детские молодежные коллективы словно передали снафетную палочку гостям из Москвы. Вот знакомьтесь, это известный битбоксер Илья Орехов. А это уже те самые ваннушки, что интернешнл. Именно это знаменитое трио под аплодисменты более 7 тысяч закрыло масштабный фестиваль. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. Компания «Жилищная инициатива». А вот уже 20 лет успешно строят не только дома, но и хорошие отношения с жильцами. В День защиты детей в жилых кварталах прошла большая праздничная программа с участием героев мультфильмов. Больше двух тысяч детей и взрослых попали в сказочный мир, не выходя из собственного двора. Благоустроенная территория, развитая инфраструктура, комфортное жилье и счастливые лица маленьких жителей, когда в каждом дворе есть игровая и спортивная площадка. Огромный медведь-боксер, енот, пингвин и другие герои мультфильмов во дворе. Пожалуй, мечта каждого ребенка. В День защиты детей компания «Жилищная инициатива» устроила большой праздник для самых маленьких. Мне больше всего понравилось фотосессия с собаками. Мне понравились бесплатные пизды, карандаши и мелки. Приобретая квартиру, жилищные инициативы, новоселы получают полностью благоустроенное жильем для удобства клиентов. В конце мая был открыт дополнительный офис в квартале «Лазурный». Везде ходим по кругу, интересно, очень смотрим. Много друзей встречаем, разговариваем, делимся впечатлениями. Очень все приятно. Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Александр Антропов. Наши новости. В Тайском крае впервые представили новый автомобиль «Джили Атлас». Динамичный китайский кроссовер появился в России в начале этого года и уже успел покорить сердца сотни тысяч автомобилистов. Вот он, новый автомобиль «Джили Атлас». Яркий дебют автомобиля, который по дизайну сравнивают с гепардом в прыжке. Этот красавец способен разогнаться до 100 км в час за 10 секунд. Быстрый маневренный «Джили Атлас» всем своим видом отвечает на вопрос, как китайскому автопрому удается захватить российский рынок. Все больше и больше автомобилей китайской промышленности появляются у нас на дорогах нашего города. И, соответственно, водители видят, что люди эксплуатируют китайские автомобили. И, соответственно, возникают вопросы. Они приезжают к нам, мы даем разумительные ответы на эти вопросы, и они становятся обладателями наших автомобилей. По случаю старта продаж потенциальные покупатели получили подарки от автоцентра. Многие из них укоротили строптиву от «Джили» на тест-драйве. Задние датчики парковки, сигнализация при экстренном торможении, удерживание автомобиля в подъеме, климат-контроль, полный привод 4 ВД. Стоимость «Джили Атлас» начинается от 1 млн. 29 990 рублей и до 1 млн. 389 990 рублей. Новый кроссовер уже можно встретить в столице края. Остановив выбор на «Джили Атлас», вы точно не останетесь без внимания на дороге. В связи с выходом новой модели «Джили Атлас» стартовала распродажа «Джили X7» по привлекательной цене. Периодически каждый из нас берет в руки мастерок или валика. Возможно, заказывает бригаду строителей, чтобы сделать в своей квартире или доме ремонт. Какую сумму может вылиться обновление жилища и как сделать ремонт доступнее, узнаете из нашего материала. Полина, героиня нашего сюжета, решила, что ее квартире как раз требуется обновление. Ремонт планируют делать собственными силами. Чтобы узнать, каким нагрузкам должен быть готов семейный бюджет, отправилась в крупный строительный магазин. Променять кафель в ванной, сантехнику, плюс полы в квартире, обои переклеить планирую. Хотелось бы потолки натянуть. В общем, если все посчитать, нужно будет пару сотен тысяч точно. В отпуск уже, конечно, не поедем. Нужно выбрать либо море, либо ремонт. От мучительного выбора можно избавиться и даже выполнить все летние планы. Как это сделать, знают в банке «Восточный». На самом деле на ремонт сегодня можно тратить всего 30 рублей в день. Да, это звучит фантастически. Но в банке «Восточном» 6 июня будет проходить распродажа кредитов. Распродажа кредитов – это шанс воспользоваться предложением от банка, чтобы сделать качественный ремонт. Тем более, что условия, которые предлагает «Восточный», позволяют не экономить на качестве материалов. Мы предлагаем кредит до 500 тысяч рублей со ставкой в 11,5% годовых. Этой суммы вполне хватит, чтобы превратить свою жилплощадь в квартиру мечты. К тому же, погашать такой кредит будет достаточно комфортно для бюджета. Наша героиня Полина уже решила для себя, что ремонт будет делать не одна. И нашла себе надежного помощника банк «Восточный». Ремонт всего за 30 рублей в день – удачное предложение, которое позволит и квартиру обновить, и в отпуск съездить. Ремонт и отпуск – отличный план на лето. А чтобы оба этих дела были вам по плечу и по карману, обратитесь к проверенному специалисту в этих вопросах банку «Восточный». Телефон редакции в Барнауле – 722-440. Это все новости к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok